Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 25 марта овладели городом Хайлигенбаль, последним опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фришгав, юго-западнее Кенигсберга. В боях за 24 и 25 марта войска фронта взяли в плен более 9 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили 109 самолетов, 245 орудий, 176 пулеметов, автомашин свыше 3 тысяч, бронетранспортеров 69. На Гданьском направлении наши войска, преодолевая сопротивление, овладели пригородом Олива. В этом районе наши войска взяли в плен более тысячи немецких солдат. Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев в горах и продвинулись вперед на 45 километров. За время этих боев наши войска взяли в плен свыше 700 тысяч солдат, уничтожили и захватили 250 танков и самоходных орудий, более 300 орудий. За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 63 самолета противника. С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. Они помогали взрослым во всех делах, участвовали в противовоздушной обороне, дежурили на крышах во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на воскресниках. Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы, работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки, девочки вязали теплые вещи для фронта, варежки, носки, шарфы, шили кесеты для табака, помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, устраивали концерты, вызывая улыбку и измученных войной взрослых мужчин. А тем временем голод, холод, болезни в два счета расправлялись с хрупкими маленькими жизнями. В летописи Великой Отечественной войны до сих пор остается еще много малоизвестных страниц, например, судьба детских садов. Оказывается, в декабре 1941 года в осажденной Москве в бомбоубежищах работали детские сады. Когда враг был отброшен, они возобновили свою работу быстрее, чем многие вузы. К осени 1942 года в Москве открылись 258 садиков. Воспитательницы еще вчера, водившие с детьми хоровод, сражались в московском ополчении. Более 500 воспитателей и нянь осенью 1941 года рыли окопы, сотни работали на лесосготовках. Под Можайском героически погибла воспитательница детского сада Баунского района Наташа Яновская. Воспитатели, оставшиеся с детьми, не совершали подвигов. Они просто спасали малышей, у которых отцы воевали, а матери стояли у станков. Большинство детских садов во время войны стали интернатными. Дети находились там днем и ночью. Рано позрослели и эти маленькие детишки, быстро разучившись шалить и капризничать. На детские утренники в садике приходили из госпиталей выздоравливающие бойцы. Раненые солдаты долго аплодировали маленьким артистам, улыбаясь сквозь слезы. У детей изменились игры, появилась новая игра в госпиталь. В больницу играли раньше, но не так. Теперь раненые для них реальные люди. А вот войну играют реже, потому что никто не хочет быть фашистом. В связи с гибелью родителей в стране появилось много беспризорных детей. Советское государство, несмотря на тяжелое военное время, все же выполняло свои обязательства перед детьми, оставшимися без родителей. Для борьбы с безнадзорностью была организованная открыта сеть детских приемников и детских домов, организовано трудоустройство подростков. Многие семьи и советские граждане стали брать к себе на воспитание детей-сирот, где они обрели себе новых родителей. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, сполна испытали все ее ужасы. Война каждый день, каждую секунду, каждый сон и так на протяжении всех четырех лет. А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами. Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.